Из всех автомобильных аксессуаров самый необходимый – это бумажник. Но у россиян он все более тонкий, так что даже к автокредитам они теряют интерес. Даже льготной программы автокредитования хватило всего на три месяца до июля, а потом кредитование снова пошло на спад. В июле банки выдали автокредитов на 29 млрд 850 млн рублей, что на 2,6% меньше, чем в июне. Главным фактором, негативно влияющим на автокредитование, стало заметное снижение спроса на автомобили. Большинство потребителей купили машины в кредит в первые три месяца действия госпрограммы, когда цены на автомобили и курс рубля находились на достаточно стабильном уровне. Ближе к осени рубль снова обвалился, а производители подняли цены. И стало совсем не до кредитов. Может, оно и правильно с такими-то ставками. Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2015 года упадут на 4-5%. Как сообщал ранний Росстат, в июле этого года средняя зарплата в стране составила чуть более 31 100 рублей. Зарплата граждан выросла на 9,9% по сравнению с прошлым годом. Однако темпы роста годовой инфляции все еще выше 15,8%. В целом, с начала года реальные доходы населения упали на 2,9%. Вот еще одна причина не брать автокредиты. Нынешний год стал рекордным за последние 20 лет по спаду выездного туризма. За первые полугодия выездной турпоток из России сократился на рекордные 33%. В пятерку стран, больше всего пострадавших от снижения российского турпотока возглавляет Словакия. На втором месте оказался Тунис. Ну, это из-за терактов. Замыкает тройку лидеров Канады. Менее всех пострадали Бельгия, Сербия и Нидерланды. Единственная страна, в которую россияне стали ездить чаще – Румыния. Согласно оценкам туроператоров, из-за кризиса и падения рубля они потеряли порядка 30-50% клиентов. Российский фондовый рынок открылся снижением по отношению к основной торговой сессии пятницы. Индекс ММВБ в первую минуту торгов снизился до отметки 1697 пунктов. Среди лидеров падения – бумаги фармстандарта, Мвидио, Интеррау, Мегафона, ФСКС, акции ВТБ, Сургутнефтегаза и НМТП. Лидеры роста – Префы Мечила, Полиметал, Солерса, Дикси, Фосагра, Русгидро, Префы Башнефти, Распадская и Аэрофлот. Перед открытием российского фондового рынка сложился негативный внешний фон. Закрытие европейских и американских бирж состоялось в красной зоне. Азиатские биржи открылись снижением. Курс доллара на 8 сентября – 68,48 рубля. Курс евро – 76,36 рубля. Золото стоит 2468 рубля за грамм. Серебро стоит 32 рубля 2 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent – 48,88 долларов за баррель. Это были новости экономики и я передаю слово нашему спортивному обозревателю Сергею Кизоркину.